В тот день, когда произошла эта красивая история, в душе проснулся порой, чтобы делать что-то приятное, красивое и конструктивное. И за эти несколько лет мы провели в Мариинском фасаде несколько больших мероприятий. Это директор пятой гимназии, сюда приезжали ученики этой школы. Мы натренировались, пытались на один день превратить город в настоящую изюминку всей России. Настоящую изюминку всего положения. У нас, кажется, это получилось. Но после этого мы не остановились. Мы решили подать заверку на конкурс малых городов и исторических поселений. Этот конкурс позволяет получить финансирование для строительства благоустройства той территории, которую выберут граждане. Сейчас, секундочку. И вот ровно год назад, 23 ноября 2019 года, мы точно так же в Мариинском фасаде собрались с некоторыми людьми, которые здесь присутствуют, и обсуждали то территорию, которую мы хотели бы выбрать, и как ее надо устроить. В этот день мы собрались со всеми заинтересованными гражданами, как это было. Мы поняли, что, ну, это очевидно и понятно, что нужно сохранить весь потенциал этой территории. Нужно осознать, что с этим делать. А прийти и сделать то, что хочется одному – это совершенно неправильная история. Наша история сделать так, чтобы это понравилось всем жителям Мариинского фасада, и чтобы это работало на всю республику, и чтобы о том проекте зналась Россия. Согласен? Собственно, мы выбрали единогласную территорию набережной. Все ее вы прекрасно знаете. Все люди, которые впервые сюда приехали в Мариинский фасад, рекомендуют посещение эту территорию. Посещение ее больше со слов. И вы точно так же, как я когда первый раз приехал, точно так же влюбитесь в эту территорию. Соответственно, мы на этой территории решили усилить те имеющиеся сегодня сооружения. Есть пешеходная часть, она захватывает арбат и театральную площадь. И есть улица набережная, на которой любят прогуливаться как гости, так и жители города Мариинского фасада. Мы разделили на несколько функциональную зону эту территорию и решили ее дополнить несколькими новыми зонами. Мы хотим открыть несколько террас с западной и восточной стороны, для того, чтобы достать возможность жителям и гостям города приезжать, перебоваться с этими закатами из местного, который здесь имеется. Мы решили открыть большее количество общественных пространств, обновить и сделать эту зону отправной площадью для приема туристов. и потом в дальнейшем появится. Вот так будет выглядеть центральная часть. Так будет выглядеть террасная часть, на которой будут приезжать люди, здесь чай, кофе, напитки и любоваться с закатами. Так будет выглядеть восточная терраса. Вот так мы хотим, чтобы это было приблизительно. Чтобы можно было не просто любоваться, но можно было работать и приезжать с детьми. Соответственно, мы разработали определенный дизайн код этой территории. Мы понимаем, что если мы говорим о развитии и позиционировании проекта на всю Россию, у нас должен быть единственный стиль. Мы должны соответствовать высоким требованиям туристического продукта. Ну и у нас, собственно, вот на каждом столе ровный листочек. Вот он такой есть у вас, да? Это как раз та территория, с которой Мариинский посад уже выиграл. И этот проект уже реализуется. Над ней идет процесс создания рабочей документации. Забегая вперед скажу, мы сегодня с вами обсуждаем эту территорию. Она уже выиграна. Мы на нее уже получили деньги в размере 45 миллионов операций. Общая стоимость проекта 69 миллионов. Я еще раз отвечу. Эту территорию мы сегодня не обсуждаем. Мы с вами перешли на новый этап, на новый период обсуждения. Мы будем теперь говорить о больших процессах. Но я не буду отнимать другого доклада, читать. А мы будем непосредственно с вами общаться. Собственно, комплексный проект развития включается, как видите, куда гораздо более массовую, большую территорию. Ну, собственно, на этом все. Хочу передать микрофон и вернуться к другому докладу. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.